В период пандемии особую популярность набирает волонтёрское движение. Лобинские добровольцы проявили себя на высоком уровне в это время. О том, каким же выдался 2020 год в сфере молодёжной политики, мы узнаем у начальника управления по делам молодёжи Надежды Петровны Соколовой. Надежда Петровна, добрый день! Здравствуйте! Расскажите об основных направлениях деятельности Управления по делам молодёжи. Работа Управления по делам молодёжи строится по различным направлениям деятельности. Это профилактика социальных явлений, наркомании, табакокурения в молодёжной среде, пропаганда здорового образа жизни, профилактика экстремистской деятельности и террористической идеологии. Это популяризация волонтёрского движения. Мы занимаемся военной патриотикой и воспитанием духовно-нравственным молодёжи. Это творческая, интеллектуальная деятельность среди молодёжи, инновационная деятельность. Это различные сферы деятельности, и каждый может найти себя и своё отражение. В период пандемии многие мероприятия были запрещены. Как была организована работа управления в это время? Конечно, ограничительные меры сказались на нашей деятельности, на работе в целом. В период пандемии у нас появилось новое направление деятельности, волонтёрское. Это акция «Мы вместе», когда совершеннолетние волонтёры безвозмездно, в свободное от работы время, от учёбы время, посещали пожилых граждан, доставляли им продукты питания и продолжают доставлять продукты питания, лекарственные средства, оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Всё, чтобы снизить риски. Остальные сферы деятельности также пришлось пересмотреть. Военно-патриотическая работа и работа по всем остальным направлениям перешли в дистанционный режим. Мы начали проводить онлайн-викторины. В гугл-формах таблицы изучили такой способ тоже проверки знаний нашей молодёжи по значимым датам, по датам воинской славы России. Онлайн-викторины у нас проходили ко дню народного единства, ко дню неизвестного солдата, ко дню образования Краснодарского края. В них принимали порядка двух тысяч человек участия. Также в Лобинском районе был организован штаб работы волонтёров Конституции. Естественно, мы пользовались средствами индивидуальной защиты, маски, перчатки, антисептики, рассказывая гражданам о грядущих поправках в Конституцию, о периоде голосования, где они могут проголосовать и что именно предполагается в них. В период пандемии мы провели фестиваль команд КВН Лобинского района. Назвали мы его «На дистанции». Команды присылали нам видеоролики от пяти до восьми минут. И в своих выступлениях они показывали все сферы деятельности, как они обучались на дистанции, как они стали общаться на дистанции, используя интернет и мессенджеры. И подошли к этому вопросу очень даже креативно. Естественно, когда ты выступаешь для зрительного зала, ты видишь поддержку своих однополчан, друзей, одноклассников, однокурсников. Это намного интереснее и отдача совсем другая. Но подойти, многие из команд уже подошли к этому вопросу как настоящие профессионалы. Также мы принимали участие в краевых фестивалях, конкурсах. Одним из примеров можно привести фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер». Ребята направляли свои видеозаявки, видео своих выступлений. Наша конкурсная комиссия отобрала лучшие, и мы направили их для рассмотрения в край. В нашей копилке появилось третье место, победное место. Это коллектив под руководством Елены Красновой. Артмосфера. Надежда Петровна, какое место занимает волонтерское движение в молодежной политике? Волонтерство – это вообще в целом одно из самых важных, нужных сфер деятельности в современном обществе. На волонтерах строится ряд мероприятий. Это поддержка нуждающихся, это событийное волонтерство, инклюзивное волонтерство. Мы видим, что даже на федеральных каналах сейчас намного больше появилось тем, как волонтерство поддерживается, как его популяризируют. Ведь быть важным обществу и дарить свой труд бескорыстно, не ожидая от этого материальной награды, это очень важно. Как люди попадают в волонтерское движение? В первую очередь они обращаются в Управление по делам молодежи, узнают о направлениях, заполняют анкеты, необходимую документацию. После чего мы приглашаем их в те мероприятия, которые для них будут интересны и могут стать интересными, в которых они будут полезны нам и организаторам. В 2020 году Управлением по делам молодежи были проведены обучающие семинары для волонтеров. Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края было организовано дистанционное обучение более 150 волонтеров Лобинского района. На обучающих семинарах волонтерам рассказывали о нормах, правилах волонтерского движения. У вас есть какая-то система поддержки волонтеров? Поощрение для волонтера – это в первую очередь благодарность, и пускай даже она выражена на словах, благодарность за то, что он помог, за то, что он откликнулся. Но, конечно, ко всему прочему, еще приятнее получить награду, которую ты можешь держать в руках. Наши волонтеры награждены грамотами главы администрации Лобинского района Александра Александровича Семирякова за акцию «Мы вместе», за акцию «Волонтеры Конституции». Также мы получали благодарности и на более высших уровнях. Это и благодарственное письмо губернатора Краснодарского края. Надежда Петровна, ведь и ваша работа в период пандемии была отмечена, причем на федеральном уровне. Расскажите подробнее о своей награде. Министерством образования и науки и молодежной политики в адрес общероссийской акции «Мы вместе» было написано ходатайство, в которое отмечены все руководители органов молодежной политики, организовавших в своих муниципалитетах штабы по реализации акций. Но хочется добавить, что это не моя заслуга. Это заслуга в целом всех ребят, которые принимали и внесли свой вклад в развитие волонтерского движения, в проведение акций на территории района. Один в поле не воин. И если бы не было ребят, которые самоотверженно откликались на наши заявки, на то, что сегодня нам нужно поехать в удаленное сельское поселение для доставки лекарственных средств, я бы не смогла охватить сама весь фронт работы. Спасибо им большое. Это наша общая заслуга, это наша общая награда, и я никогда об этом не перестану говорить. Подводя итоги уходящего года, скажите, чем он вам запомнился? В целом год был трудный, и, наверное, он многим запомнится именно в таком выражении, что он был трудный. Но мы справились, мы выстроили работу в новый уровень, когда почти вся работа проходит дистанционно. Мы познакомились с замечательными людьми, которые пришли нам на выручку. Мы стали умнее, мы стали взрослее, мы провели работы над своими ошибками. Я думаю, что всё наладится. 2021 год подарит нам свои подарки, положительные эмоции, новые знакомства, радость, успехи, награды, достижения. Надежда Петровна, что бы вы хотели пожелать молодежи Лобинского района? Желаю, чтобы 2021 год был ещё лучше и продуктивнее.